Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Ломбард Титан. Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского 133. Телефон 78 15 26. Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Методы из 90-х. Они вывозили его за город, где подвергали физическому насилию. Вывозили на белье крики, угрожая утопить. В Кировочепецке вынесли приговор вымогателю Арапетяну по кличке Крепыш и его подельнику Кунгурцеву. Блокировали антикражные оборудования. Обокрали несколько магазинов бытовой техники, но были пойманы с поличным 24-летняя кировчанка. И ее друг из Куменского района. Уехала в Кювет. На трассе «Вятка» камера очевидца зафиксировала неудачный обгон. В Кирове на улице 4-й пятилетки водитель Audi Q7 сбил школьника. Мальчик получил травмы. Подробности этой аварии в нашей рубрике «Сводка происшествий». ДТП произошло около полудня. Судя по фото, водитель Audi зацепил 9-летнего школьника с зеркалом. По данным ГИБДД, 31-летний водитель был трезвый. Мальчик получил травмы, но госпитализирован не был. По предварительным данным, подросток переходил дорогу в неположенном месте. Стоит сказать, что на улице 4-й пятилетки крайне мало пешеходных переходов. Впрочем, как и тротуаров. Поэтому людям на свой страх и риск приходится ходить по проезжей части. Два человека пострадали в аварии на трассе Киров-Налинск. Известно, что водитель автомобиля УАЗ «Патриот», совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с обгонявшим его в тот момент автомобилем Toyota Corolla. В аварии ранения получили водители пассажиру УАЗа. Они были госпитализированы. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова встретились две трезвые автоледи. Одна ехала на золотистой «Ладе Гранта», другая на «Рено Сандера». В итоге в ДТП пострадала 20-летняя пассажирка «Лады». Виновница аварии сейчас устанавливается. Еще одна женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в Кювет на 191-м километре автодороги Киров-Советск-Яранск. Судя по фото, машину изрядно помяла. 31-летняя водительница получила травмы. Михаил Вагин. Место происшествия. В Киров-Чепецке вынесли приговор вымогателю Арапетяну по кличке Крепыш и его подельнику Кунгурцеву. По данным следствия, осужденные вымогали у местного предпринимателя 150 тысяч рублей. Для сговорчивости использовали методы из 90-х. Избивали, пытали и давили морально. С начала 2014 года до задержания вымогателей бойцами СОБРа потерпевший предприниматель получал угрозы. Крепыш с подельником обещали сжечь его автомобиль, угрожали ножом и пневматической винтовкой, если он не передаст им деньги. В суде одном заседании оба вину не признали. Арапетян ранее судим, но судимости у него были погашены. Кунгурцев был судим за умышленное убийство. У него судимость была не погашена. В итоге Арапетяну по кличке Крепыш назначили наказание 3,5 года колонии общего режима, Кунгурцеву 3,5 года строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Обокрали несколько магазинов бытовой техники, но были пойманы с поличным. 24-летняя Кировчанка и ее друг из Куменского района. По данным полиции, криминальная парочка под видом покупателей ходила по торговым центрам с устройством, блокирующим антикражное оборудование. Задержать злоумышленников удалось с помощью камер видеонаблюдения. Именно по этим съемкам полицейские стали искать предполагаемых воров. Молодого человека в черной куртке и девушку в красной куртке. На этих кадрах парочка украла мобильный телефон. Из желтой корзины девушка переложила гаджет в пакет. В ходе проведенных оперативных мероприятий, фото и видеоматериалы были распространены по службам безопасности сетевых магазинов. В начале ноября охранники торгового центра на улице Горького заметили подозреваемых и позвонили оперативникам. Злоумышленников поймали с поличным при попытке вынести вещи из магазина спортивной одежды. Сейчас возбуждены уголовные дела, устанавливаются новые эпизоды деятельности этого преступного дуэта. Сейчас прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее. На двоих почти полтора миллиона. В Кирове судебные приставы разыскивают отцов-алименщиков Михаила Амельченко и Андрея Шишкина. Он резко пристромозил яму, в занюсу дала. Все. Прямое попадание. Имеются признаки воспринения. Выпивали спиртное? Не. Не выпивали? Зазевалась на перекрестке и совершила ДТП пьяной автоледи за рулем Ниссана на Октябрьском проспекте. Уехала в Кювет. Блин. Кювет. Живочка, 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 живочка. Блин мой. Живы, не живы, товарищи. На трассе «Вятка» камера очевидца зафиксировала неудачный обгон. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Двух злостных алименщиков разыскивают судебные приставы Михаила Амельченко и Андрея Шишкина. Подробности в рубрике «Внимание! Розыск». Амельченко Михаил Геннадьевич, 1981 года рождения. Не платит алименты своей 10-летней дочери. Сумма долга – 665 тысяч рублей. Шишкин Андрей Геннадьевич, 1970 года рождения. Не платит алименты своему 8-летнему сыну. Сумма долга – 799 тысяч рублей. Может проживать в Московской области. Если вы знаете, где находятся эти люди, просьба сообщить информацию в дежурную часть по телефону 48-99-05 или по телефону доверия судебных приставов 38-18-04. Зазевалась на перекрестке автоледи за рулем Ниссана на Октябрьском проспекте. Подъезжая к улице Московской, девушка врезалась в Рено Дастер. В этой аварии нет пострадавших. ДТП оформили быстро. Однако женщине пришлось долго беседовать с автоинспекторами. Почему, узнавал наш корреспондент Сергей Пичугин. Сотрудники ДПС попросили участников аварии рассказать о причинах происшествия. Водитель Ниссана Наталья уверяла, что ДТП произошло не только по ее вине. Так, Наталья, у вас произошло ДТП. Расскажите, что произошло, что случилось? Он резко притормозил, я ему в зайницу дала. Все. Инспекторы попросили автоледи еще раз, но более понятно рассказать, что же на самом деле случилось. Более языком таки давайте выражаться правовым. Хорошо, резко притормозил, я его резко притормозила и... Совершили столкновение с предыдущим транспортером, правильно? А не вашими словами. По словам водителя Дастера Сергея, у Натальи было время, чтобы не только заметить авто и остановиться, но еще и, например, перестроиться в другой ряд и даже поставить машину на ручной тормоз. Стоял на перерезке, секунд 10 прошло красного света и подсуществовал удар. А дальше что, какие действия? Подошли, наверное, к водителю, пообщались. Подошел, посмотрел, вижу, что... Сами понимаете, все. Состояние. Инспекторы, как и Сергей, тоже обратили внимание на состояние участницы ДТП и решили спросить об этом у самой Натальи. Имеются признаки у вас опьянения. Выпивали спиртное? Не выпивали. Давайте это транспортное средство увидим, потом на автомашину пройдем, с вами пообщаемся, посмотрим, проверим. Наталья согласилась пройти освидетельствование в управлении ГИБДД. Трубка запечатанная полностью. Я уже скажу, зовите. Дуйте, 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 дуйте. Все. Ждем. Допустимо 0,16 мг на литр. 0,78. Видели? Итог алкотестера превысил допустимое значение почти в пять раз. Девушка весьма удивилась цифрам, но все же с заключением о своем состоянии она согласилась. Теперь, скорее всего, ближайшие минимум полтора года Наталья будет ходить пешком. Сергей Пичугин, место происшествия. На трассе Вятка камера очевидца зафиксировала неудачный обгон. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На трассе Вятка на выезде из Котельнича водитель «Опеля» решил обогнать автомобиль с камерой. Столкновения между автомобилями не было, иномарку занесло и она уехала в кювет. По словам автора видео, за рулем «Опеля» была девушка, в салоне находились ребенок и мужчина. В этой аварии никто не пострадал. В Кирове на улице Пугачева водитель «Приоры» решил развернуться. Ты что делаешь-то, б***ь? Не видишь или что? Мам! На улице Воровского водитель «Фольксвагена» перестроился и не заметил машину с камеры. На улице Кольцова пешеход с бутылкой воды едва не оказался на капоте автомобиля с регистратором. Можете проехать до 3-х метров. Посадка! Олень, б***ь, платно! Ты где попала, сука, уроди, б***ь, потом отвечай за них. На съемке видно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Он выбежал внезапно из-за пазика. Благодаря реакции водителя аварии удалось избежать. На улице Спаской школьница задумалась и пошла на красный сигнал светофора. Куда? Куда ты на красный-то идешь? Падение покупателя зафиксировал регистратор у супермаркета на улице Воровского. Мужчина на скорости врезался в неочищенный тротуар. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobakoinbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Субтитры создавал DimaTorzok